В советское время фильмы и телевидение через все способы контакта человека доносили определенную систему ценностей. Одной из важных составляющих была учеба. Причем как ценность такая непроходящая и постоянная. Человек на протяжении всей жизни фактически учился. Сначала в школе, потом в институте, потом приходил на производство, что-то осваивал, потом он мог идти еще получать какое-то дополнительное образование. То есть обучение в самых разных формах предполагалось в очень длительном отрезке времени. Сейчас мы прожили какие-то мутные и смутные времена. И мне кажется и хочется надеяться, что мы выходим все-таки в другой какой-то мир, где действительно нас окружает уже система ценностей, в которой много нематериальных составляющих. Не только что ты одел, на чем ты ездишь, что ты ешь, где ты живешь. Не только вот эта вся ерунда ежедневная занимает людей. Ценности, связанные с уровнем образования, с тем уровнем образования, которое ты можешь дать своим детям. Это действительно уже сейчас значимые какие-то понятия. И мне кажется, что, конечно, через средства массовой коммуникации систему ценностей такую относить важно и можно. Ведь героев формируют какой-то такой абстрактный достаточно образ, но в то же время потом преломляющийся в сотни конкретных, в сотни, не знаю, тысячи миллионов конкретных моделей жизненных образов и героев. Он начинается, ну, чаще, правда, из литературы, но и из кино, если это просто сценарий, а не роман экранизированный, какое-то литературное произведение. Конечно, да, конечно, мне кажется, что тут, руководствуясь запросом времени, кино должно такие модели предлагать зрителю, ну, и, в принципе, предлагает, да. То есть в последних, тех самых успешных картинах, про которые я сейчас говорил, там везде есть герои, которые прямо ролевые герои, для аудитории это вот какие-то ролевые модели. И это важно, и надеюсь, что такие фильмы будут еще, что у нас не путаны и бандюганы, как в 90-х, будут героями, а круто выучившиеся, что-то, так сказать, придумавшие, что-то сделавшие люди, создавшие ценность для общества, так сказать, это все-таки становится важным, правда. И мне кажется, что герои общества, вот те самые медийные, очень часто сейчас, так сказать, чаще сейчас, чем раньше, это люди, которые действительно чего-то сделали. Это люди.